Делегацию Северной Осетии возглавил Алексей Мачнев, председатель парламента Республики Северной Осетии Аланья. Анатолий Бибилов поблагодарил Братскую Республику за поддержку и помощь в трудные годы становления нашего государства. В тяжелые для нашего народа годы Северная Осетия всегда подставляла братское плечо, и мы этого никогда не сможем забыть. Спасибо, что разделяетесь с нами сегодняшний радостный день, отметил глава государства. Северная Осетия Аланья всегда принимала самое непосредственное участие в жизни Южной Осетии. Это и всяческая помощь, которая оказывалась со стороны наших братьев Северной Осетии. И мы это без сомнения ценим, благодарны, помним. И, конечно же, все будем делать для того, чтобы вот эти отношения, действительно братские отношения, еще больше сближались и еще больше развивались наши взаимоотношения. Тем более, если в целом говорить по Российской Федерации, у нас подписано соглашение, которое определяет союзничество и интеграцию. И в этих интеграционных процессах, конечно, мы будем двигаться вперед. Огромное спасибо, что вы постоянно находитесь рядом и в беде, и в радости. Дай Бог, чтобы радостных моментов было больше, и чтобы мы праздновали такие даты, которые определяют развитие республики, развитие наших взаимоотношений. Их у нас на самом деле достаточно. Поэтому огромное спасибо, что сегодня принимаете участие и разделяете радость этого знаменательного события. Уверен, что и в дальнейшем вот эти братские отношения сохранятся и приумножатся. Спасибо большое. Алексей Мачрев передал слова поздравления от руководства Северной Осетии народу Южной Осетии. Ну и парламент республики Северной Осетии народу, здравствуйте, главу Сергея Ивановича. Меня его пользуются случаем. Перед отъездом мы общались с ним, с ним попросился. Передал вам личные поздравления и поздравления всему народу Южной Осетии с праздником Днём Республики. Это действительно праздник заслуженный. Действительно народ его выстрадал, что называется. Мы Северная Осетия, Южная Осетия. Везде слово Осетия. Юг, Север, но Осетия. Праздники, трудности, проблемы. Мы всегда вместе, мы всегда рядом. Правильно сказано о том, что трудности будут. Они всегда были, есть и будут. Но в том и силу народа, чтобы их преодолевать. Вы успешно это делаете. Анатолий Бибилов также принял представителей Государственной Думы Российской Федерации. Официальную делегацию возглавил депутат парламента от Коммунистической партии Казбек Тайсаев. Президент выразил уверенность, что Южная Осетия и дальше будет тесно сотрудничать со всеми партиями и политическими силами Российской Федерации. Ибо каждый из нас считает Россию своей исторической родиной. И мы будем предпринимать все шаги по сближению с ней. Вы каждый раз находитесь рядом с народом Южной Осетии. Каждый раз приезжаете на все знаменательные даты Республики Южной Осетии. Будут трагические даты, будет празднование. Вы всегда находите время для того, чтобы быть рядом с народом Южной Осетии. Я вам очень благодарен за постоянное внимание к Республике Южной Осетии. За постоянное внимание к народу Республики Южной Осетии. Хочу поздравить вас, Казбек Куцукович, с фактически уже избранием на должность депутата Государственной Думы Российской Федерации. Тут надо отметить и ваши шаги по продвижению интересов Республики Южная Осетия как депутата Государственной Думы. И нам всегда бывает очень приятно, когда принимаются решения по Южной Осетии, где вы принимаете активное участие. Своей стороны хочу передать вам поздравления от руководства Государственной Думы Российской Федерации, от всех депутатов Государственной Думы. Мне, как осетин, очень приятно, что когда на заседании Государственной Думы рассматриваются вопросы, связанные с Южной Осетией, все депутаты, вне зависимости от какой фракции бы они ни были избраны, всегда голосуют единодушно, единогласно. Поэтому всегда поддерживаю народ Южной Осетии, Осетии в целом. Поэтому хочу от всех депутатов наших и вновь избранных, и тех, которые еще продолжают быть депутатами, от всех передать вам огромные приветы. Все эти делегации будут присутствовать на торжественных мероприятиях по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики. Оксана Джоева, Альдина Чихоева, Рауль Кочев, ГТРК ИР, информационный выпуск, сегодня.